Харе Кришна, как вы думаете, что мы сегодня будем читать? Мы продолжим вчерашнюю тему или что-то другое? Бхагал-диту, например? Надо проголосовать. Кто за вчерашнюю тему? Кто за новую тему? Так, большевики побеждают, да? Итак, это продолжение. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda Экстатический танец Господа во время Радхаятры Это 13 глава Матхи Алилы, 156 текст сегодня Я уже сокрушил всех злонравных демонов, враждовавших с династией Яду, а также Камсу и его союзников. Но в живых осталось еще несколько демонов. Я собираюсь убить и их, а вскоре после этого вернуться во Вриндаван. Можешь в этом не сомневаться. Да, если Кришна указывает на его миссию, внешние причины миссии, у нас тоже есть внешние обязанности, так же их нужно выполнять. И ради чего это внутреннее, чтобы вернуться в Вриндаван. Нужно выполнить свой долг и вернуться в Вриндаван. Аналогично. Подобно Кришне, каждый шагу не вступает за пределы Вриндавана. Преданные Кришны тоже не любят покидать Вриндаван. Однако, когда преданному необходимо сделать что-то для Кришны, он оставляет Вриндаван. Выполнив свою миссию, чистый преданный снова возвращается домой, во Вриндаван, обратно к Богу. Кришна заверил Радхаране, что убив демонов, обитающих вокруг Вриндавана, он вернется назад. Я скоро вернусь, пообещал он. Вот только убью несколько оставшихся демонов. Это обещание Кришны. Он вернется в Вриндаван. Поддерживать жизнь жителей Вриндавана, вот это обещание. Что он должен вернуться. Нужно терпеть разлуку. Терпеть разлуку, в принципе, это невозможно с Кришной. Она невозможна, если так уже прямо говорить. Это игра йога-майи. Разлуки как таковой, конечно же, полной не может быть. Нельзя оторвать душу от Кришны. Но расы разлуки существуют. Кришна может прокатали, а прокатали. Есть много игр. И прокаталила, а прокаталила есть то и другое. Может действовать непроявленно. Он может действовать как время, как проведение, как судьба, как карма, как деятельность, ее последствия, как элементы материального мира, как ум и чувства. Это все энергия Кришны. Это все его непроявленное состояние. Поэтому, видя этот проявленный мир, мы можем не видеть Кришну. Он может оставаться непроявленным. Где-то за пределами, где-то внутри. Но он не внутри. Он не часть материи. Он не часть материи. Но и внутри, но и не внутри. Вовне и не вовне. То есть он трансцендентен. И к внутреннему содержимому материи, и к внешнему проявлению материи. Он независим ни от чего. У него, собственно, есть бытие независимое. Ни от каких проявлений в этом мире нет. Над ним никакой власти. И демонов он убивает, чтобы защитить преданных. Лично. Личная защита преданных. То есть зачем личная защита? Кришну требуется. Демонов можно другим способом. Так преданные привязываются к Кришне. Введя, ощущая его защиту. Во Вриндаване это было проявлено. Когда Кришна убивал какого-нибудь демона, то привязанность друзей и жителей Вриндавана к нему увеличилась после этого. Когда Кришна убивает демона, любовь усиливается к Кришне. Таким образом он привлекает преданных к себе. Проявляет сверхмогущество внутренней энергии. То есть почему это делают? Он так любит своих преданных. Что лично сам защищает своих преданных. Лично. Никому не может поручить эту защиту. Как на Ризим Хадефу. Он лично приходит, чтобы защитить прохлад Махараджи. Никому не поручает эту защиту. И любовь прохлада Махараджи, она растет таким образом. Я хочу защитить жителей Вриндавана от нападений моих врагов. Вот почему я остаюсь в своем царстве. Ни для чего другого царский трон мне не нужен. Если я и пекусь о своих женах и сыновьях, и приумножаю богатство своего царства, то делаю это только ради удовлетворения ядовов. То есть ему это не нужно. Внешние проявления его не интересуют. Ему интересует растущая привязанность, растущая любовь его преданных, которые счастливы и развивают в любовь к нему привязанность. Никто не может принести большего счастья, чем Кришна, верховная личность Бога. Его ананда безгранична. Ни у кого нет такого потенциала, чтобы увлечь душу в вечные игры. В этом мире мы встречаемся, мы вступаем в какие-то отношения. Но очень коротко. Буквально, например, соломинки в океане иногда встречаются и соединяются друг с другом в океанских волнах. При следующей волне они разлучаются уже. И вряд ли возможно снова встретиться. Материальный мир такого. Подобно океану. Может быть, мы еще не до конца изучили, что такое материальный мир, почему он так опасен. Может быть, даже он и не кажется опасным. Вот только вот какие-то неудобства лишь небольшие есть. Их можно поправить. Мы надеемся, что кто-то поправит. Если не я, найдется же человек какой-нибудь разумный. Не все же там дураки. Я думаю, что мы еще не себе не отдаем отчета, где мы находимся. Если реально посмотреть на мир материальный, целиком, Арджуна видел. Бхага, вот дети, описывается вселенская форма. Он пришел в ужас, даже Арджуна. Он пришел в неописуемый ужас. Он сражался с Невата Кавачами, Арджуна. Когда Индра пригласил его на высшие планеты, сразить этих непобедимых демонов, в которых было благословение, полубоги не могли победить их, Невата Кавачи. Это были мистики в высшей степени. Это были самые сильные воины. Арджуна в одиночку пришлось сражаться с ним. У них не было защиты и благословения от человека угрозы. Арджуна пережил много страхов, как он потом рассказывал Ют-4 и своим братьям. Не все так было просто. Он подробно рассказал, когда вернулся с тех планет, снова к братьям. Тебе интересовались, что там было. Он рассказал, что там было. Его отец Индра обратился к нему с просьбой. Я дам тебе свою колесницу. Она практически неразрушима. И возьми, чего матали своего. Но сражаться должен ты один. Полубоги бессильны. Мы ничего не можем сделать. Это очень могущественные демоны. И Арджуне пришлось использовать все свои оружия, которые у него были. Все навыки, которые у него были для Кришны, сражаться с этими демонами. И в какой-то момент, говорит, я был серьезно напуган. На самом деле, они были как будто неуничтожимы. Я не знал, что делать вообще. В какой-то момент я просто растерялся. Но потом вспомнил Кришну. И просто продолжил сражаться. И понял, что все, что они делают, все, что они используют, это иллюзия. Это мощь иллюзорной энергии просто. Я стал вспоминать все свои навыки, вызывать новые оружия, стал понимать, что нужно делать. В конце концов, говорит, я их разгромил всех. Но в какой-то момент я был очень напуган, очень напуган, что вся Вселенная может пострадать. Не было возможности понять, что делать вообще. Такой отважный воин выделил Вселенскую форму. Вот это он вынести не мог. Поубери это все. Я не могу на это смотреть. Я разрушаюсь. Это материальный мир. Он весь увидел его целиком. И Кришна сказал Арджуне тогда, еще раньше, что на самом деле от высшей до низшей планеты здесь место страданий, юдоль страданий, место смерти. Это Вселенская форма Бога. Она то проявляется, проявленное состояние, то вот непроявленное состояние. То есть есть созидание, творение. Очень трудная работа. Это не просто игра. Это тяжелое испытание для полувогов, для праджапати, для их потомков и дочерей. Как нужно населять эту Вселенную, как нужно устанавливать все эти законы и правила, как противостоять демоничным силам, как защищать тхарму. Это такая путаница, столько сложностей, столько оскорблений. Через большие испытания проходит процесс творения. Даже Брама не всегда выдерживает такую нагрузку. Он молится очень серьезно. Затем это творение начинает приходить в упадок. Его невозможно поддерживать. В какой-то момент оно приходит в упадок. Включается механизм разрушения. Бхагават иди в двух стихах Вишна это описывает. Без эмоций. Оно сворачивается. Как человек сворачивает этот ковер, который покрывает сцену, он сворачивает просто, его стоит в угол, как будто ничего не было. Можно все это спрятать. Все сворачивается. И так происходит снова и снова и снова и снова и снова. Творение. Поддержание. Поддержание без Бога. В материальном мире очень сложно, что материальный мир основан на невежестве, на безбожии. Здесь нет чистого преданного служения. Когда народ дому не искал чистого преданного, он не нашел его в области материальной природы. Даже когда пришел к Господу Шиве, и Шива отказался от такого названия своего адреса, он говорит, нет. Если ты хочешь знать правду, в этом мире нет преданных, настоящих. Они все в духовном мире. Но ты можешь увидеть некоторый пример прохлады Махараджи, которого считают выше, чем преданные Вайкунхи, что его преданное служение такое же интенсивное, непреживное. И при этом проходит через серьезные испытания материального существования, потому что он в логове демонов живет. И посмотри, какой безмятежный прохлад Махараджи. Сколько бы он не перенес страданий, испытаний, от него исходит прохлада, счастье. Таких преданных нет даже на Вайкунхи, потому что там нет таких испытаний. И прохлад указывает на Ханамана. Ханаман говорит, нет, я тут причем, какой я преданный. Я бегаю за Господом, это точно. Я всегда там, где он. Я хочу быть рядом, но он за мной не идет. А вот Пандавы, он сам не приходит. Так эта история продолжается, чтобы выяснить, кто же этот преданный, где же этот преданный. Он приходит вот жителям Вриндавана. Ядовый так же. Ядовый перед этим. Твоя любовь всегда влечет меня обратно во Вриндаван. Поверь, она заставит меня через 10-20 дней вернуться туда. И тогда я буду день и ночь наслаждаться с тобой и всеми девушками в Раджа-Пхуми. То есть твоя любовь заставит меня вернуться в Вриндаван. Я не смогу противостоять твоей любви, говорит Радхарани. Это невозможно. Разговаривая с Ашиматой Радхарани, Кришна почувствовал сильное желание вернуться во Вриндаван. Он произнес еще один стих, который помог Радхарани преодолеть все трудности и вселил в нее уверенность, что она снова обретет Кришну. Что это за стих? Господь Кришна сказал, «Достичь меня можно только с помощью преданного служения. Милые гопи, любовная привязанность ко мне, которую вам посчастливилось обрести, это единственная причина моего к вам возвращения». Это стих с Ашимат Бхагаватом, 10, 82, 44. Через преданное служение можем понять Кришну, через преданное служение можем понять Ачарию, через преданное служение можем понять Духовного Учителя, через преданное служение можем понять друг друга, только через преданное служение, не через гуна карму, не через нашу профессию, наши характеры, нашу обусловленность, наше общее несчастье или несчастье, которое объединяет людей в разные группы и настроения. нет. Это все будет неправда. Это будет иллюзия. Временное понимание, ситуация изменится и отношения наши тоже изменятся. Настоящее познание души своей и окружающих живых существ, особенно преданных, через преданное служение. Служение преданное, это важнейший фактор. Служение вайшнам, это самый важный фактор выделяется. Самый важный ангел. И соблюдение кадыши, другой фактор. Если выделяется самый могучный ангел, то вот служение вайшнам считается прежде всего и соблюдение кадыши. Шачитане, Махапрабу сидя в своей комнате со сварупой Дамодарой, и днем и ночью наслаждался этими стихами. То есть мы читали стихи, которые Господь читал. Он постоянно вспоминал, произносили его спутники, введя его настроение. Он день и ночь мог наслаждаться этими стихами круглые сутки. Во время танца Шачитане, Махапрабу охваченный экстазом, созерцал лик Господа Джиганадхи. Глядя на него, он танцевал снова и снова, повторяя эти стихи. Невозможно описать удачу выпавшую сварупе Дамодаре, ибо он телом, умом и речью постоянно служил Господу. Ну, это высокий уровень служения. Для того, чтобы понять, как сварупа Дамодара служил Господу Читане, нужно познать расу. Расу, внутреннюю энергию. Он мог понимать все эти меняющиеся волны экстаза, которые испытывал Господь Читане, Махапрабу. Для обычных людей он был непредсказуем, или даже многие считали в Наводипе, что он, скорее всего, болеет. Поведение его нелогично. Такие его состояния, он падает, теряет сознание иногда, или испытывает какие-то вдруг эмоции, неизвестно откуда. Кто-то сказал, наверное, падучий у него, мама Шачи. Ты его свяжи веревками, и маслом ги натримал стопы, ладони, чтобы уронавесить этот воздух. Что-то с ним не то. Когда этот слух распространился, Господь Читане пришел к Мураре Гупте, доктору, великий, преданный, в прошлом почтении Хануман. Он сказал, меня считают сумасшедшим. Что ты скажешь? Твое мнение. Мураре Гупте сказал, это любовь к Богу, это духовное сумасшествие. Каждый бы хотел сойти с ума, как и ты. И Господь Читане обнял и сказал, ты спас мне жизнь, мою репутацию. Люди считали меня больным. И так он умом, телом и речью постоянно служил Господу. Мы тоже можем научиться этому искусству служения, конечно, постепенно. Не всегда понятно, как действует духовный учитель, о чем он думает. Не всегда это понятно. Потому что мы имеем виду с двумя энергиями, внешней и внутренней. И мы татарской шакти. С внешней точки зрения у нас одно восприятие, с внутренней другое. Если мы сейчас отсюда перенесемся в Москву, в Сибирь, на Дальний Восток, в Казахстан, кто откуда, там наши представления жизни постепенно изменятся. Возвращая Святую Дхаму мы снова вспомним океан блаженства. И так будет происходить, пока мы не выберем что-то одно. Вот так будет проходить наша духовная жизнь. Будет то и другое открываться больше, больше, больше и больше. Если мы на верном пути, то материальное существование для нас будет выглядеть как мертвое существование. Он просто умрет в нашем восприятии и откроется настоящий океан внутреннего блаженства раз с Кришной и Господом мечтаем. Это окончательный выбор. На этом пути будет много сомнений, много попыток, много заблуждений. Даже Арджуна испытывал подобные перед битвой на ответы. И всякий раз мы следуем наставлению Гуру Парампары «Обращайся к Кришне, воспевая святую, преодолевай все трудности и заблуждения, все атаки Майи, преодолевай таким путем». Особенно, что касается регулирующих принципов. И особенно это касается четвертого регулирующего принципа. Это ось материального ужаса. Отсюда все исходит. Из этой сладостной обманчивой силы. Обманчивой в максимальной степени. Она требует серьезной регуляции и постепенно сводится к нулю при помощи трансформации в премию. Другого нет пути. Невозможно, испытывая вожделение, познать Бога. Итак, Сарупа Дамодара, он не имел никакого вожделения. «Чувства Господа сочетания Махапрабху слились воедино с чувствами Сарупы Дамодары. Поэтому читание Махапрабху наслаждался его пением, забыв обо всем». Это удивительное преданное служение. Единство с Господом. Слияние есть с Богом, есть слияние с Богом, но слияние в любви и дизайнально сохраняется перед этим. Непостижимое. Единство и различие. И только в экстазе можно понять эту формулу. Охваченный экстазом Читани Махапрабху иногда садился на землю и, потупив взор, начинал что-то писать на ней пальцем, опасаясь, что Господь поранит палец. Сарупа Дамодара останавливал его своей рукой. Пение Сарупа Дамодары в точности соответствовало экстатическим переживаниям Господа. Какой бы расой не наслаждался Читани Махапрабху, Сарупа Дамодар тотчас воплощал эту расу в своем пении. Читани Махапрабху смотрел на прекрасный, как лотос, лик и очи Господа Джаганадхи. На Господе Джаганадхи была гирлянда, роскошные одежды и богатые украшения. Его лик сверкал на солнце, а вокруг распространялось благоухание. Океан трансцендентного блаженства взволновался в сердце Господа Читани Махапрабху, и безумие захлестнуло его, стремительно, как ураган. Вот этот аромат, эти глаза, вот это вот бранство божества, вспыхнуло. Безумие, трансцендентное безумие. Всплеск безумия, вызванного трансцендентным блаженством, породил волны разнообразных эмоций, которые вступили в противоборство подобно воинам на поле брани. Пхава, это эмоция здесь, слово Пхава. Есть любовь, есть эмоция. Эмоция предваряет любовь. Мы видим, что когда люди привлекаются друг к другу, они начинают смеяться, удивляться, эмоционально себя вести, шутить. Это еще не любовь, это эмоции. Это уже привлечение некоторое. Оно может перейти в любовь потом. Поэтому, если вы чувствуете, что с кем-то начинаются эмоциональные отношения, а вы женатый человек или замужем, будьте осторожны. Кама может как ураган вылезти оттуда. Здесь прямо, а тут кама может выйти снаружи. Ее будет очень трудно понять, что делать. Усилились все естественные характеристики эмоционального состояния. Пробуждающиеся эмоции, умиротворения, пограничные, смешанные, трансцендентные и доминирующие эмоции, а также побудители чувств. Сочетание Махапрабху был подобен трансцендентным горам Гималая, покрытым цветущими деревьями экстатических переживаний. Вот тут Кришнарский Раджи Госвами находит какую-то метафору поэтическую, чтобы дать некоторое представление. Конечно, в конце, читая чередами, то он признается, что он так и не смог ничего сделать. Так он чувствовал себя. Все же он пытается выразить то, что невозможно выразить. Внешние проявления его экстаза пленили умы и сердца всех, кто видел их. Поистине Господь растил умы всех присутствующих нектаром трансцендентной любви к Богу. Среди них были слуги Господа Джаганадхи, правительственные чиновники, паломники, простые люди и все жители Джаганадхапури. Переведи танца в сочетании Махапрабху и проявления его экстатической любви все застыли на месте от изумления, и сердца их тоже восплывали любовью Кришне. То есть любовь имеет такое свойство переноситься из сердца в сердце, затрагивать сердце может. Такая проникающая сила любви. До глубины души доходит, то есть до сердцевины. Сейчас это сердцевина как бы в форме мечты или сна. Древо мы предчувствуем, но не видим, как мечта, как некое недосягаемое счастье, которое невозможно как будто не встречали, но должно быть. То есть как дремлющее состояние называется. Как будто есть и нет в то же время. Во сне. Это есть, вы видите, но на самом деле нет. Не можете насладиться этим. Это дремлющее состояние любви. И когда мы сталкиваемся с преданными, если мы тем более, что мы ищущие преданные, у нас есть вера в преданное служение, в Кришну, мы развиваем это при помощи садханы, мы становимся готовыми, как дрова, которые высыхают, они становятся готовыми воспринять пламя. Сырые дрова не сразу загорятся, но постепенно высыхают при помощи этого общения садханы, с огнем. Все, что мы делаем, исходит из премы на самом деле. Это огонь. Распевание мантры, любящие принципы Священной Писании, общение с ваше знамом, переданослужение. Это пламя сильное, санхиртана, это огонь санхиртана. Хорошо. Дрова высыхают, в какой-то момент возгораются. Естественным образом. Затем, переполняемые экстатической любовью, они принялись танцевать и петь. Подняв невообразимый шум. От одного вида танцующего в сечетании Махапрабу все испытали трансцендентное блаженство. Что говорить об остальных, если даже господь Джаганадха и господь Баларама, созерцая танец в сечетании Махапрабу, так обрадовались, что медленно тронулись с места. И так колесница пошла в этом экстазе, взрыв экстаза, и колесница тронулась с места во Вриндаван. Чудо. Иногда господь Джаганадха и господь Баларама снова останавливали свои колесницы, желая полюбоваться танцем Господа Читании. Все, кто видел, как они останавливались и наблюдали за танцем, становились свидетелями их развлечений. Но это можно видеть трансцендентным взором, потому что, может быть, это не они двинулись, а люди потянулись за канат и колесницу. Это обратная логика в иллюзии. Несомненно, так и выглядит с внешней стороны. Но с внутренней стороны там был экстаз, причина движения колесницы, который зашел от Господа Читании и Господа Джаганадхи. Видя эти внутренние причины, внутренним взором, все понимали, как действует Господь Джаганадхи через внутреннюю энергию, а внешне подчиняется ему. Так же, как тело подчиняется нашему уму, чувству и сознанию. Не тело действует, душа действует, сознание действует. Двигаясь в танце, Господь Читании Махапрабу внезапно упал перед Махараджи Пратапарудрой. То, что он в мечтах не мог вообразить, что Господь Читании окажется рядом с ним. Он очень хотел этой встречи, вы помните, он просил, Господь Читании отказывал ему эту встречу. Он не хотел, как с Аняси, встречаться с людьми, наделенными властью и богатством. Здесь упал перед Махараджи Пратапарудрой. Махараджи Пратапарудрой с огромным почтением поднял Господа Читанию Махапрабу, и Господь, увидев царя, пришел в себя. То есть сам царь коснулся тело Господа Читании, чтобы поднять его. Об этом не мог даже мечтать. Господь Читании увидел его. «При видеть царящее Читании Махапрабу стал сокрушаться. О горе мне! Мне коснулся человека, поглощенный мирской деятельностью». Считайте, с каким благоговением царь Пратапарудрой, великий прятный. Касается тело Господа Читании, поднимает его Господь Читании. И вид такой, «Ой, какая неудача! Меня коснулся такой материалист». Когда Господь Читании Махапрабу упал, ему не помогли ни Кашишвара с Говиндой, ни даже Господь Нитянанда Прабу. Нитянанда пребывал в сильнейшем экстазии. А Кашишвара и Говина находились в другом месте. То есть Нитянан не заметил этого случая, он был в экстазии. Других не было рядом. Они сыграли эту роль. Они очень хотели, чтобы он встретился с Господом Читанием. Они сыграли эту роль. Не верьте, что случайно случилось. «Царь уже доставил удовольствие Читании Махапрабу тем, что подметал дорогу перед Господом Джаганадхой. Поэтому на самом деле Господь Читании Махапрабу хотел еще раз увидеть царя». То есть здесь описывается, опять же, внутренняя причина. Что же внутри происходит? Внешне, согласно правилам, предписаниям Саньяси говорит, что такое? Зачем касается меня человек, наделенный властью и деньгами? Горе мне, меня осквернило это касание. Но с внутренней стороны, как преданные, это совершенно другая картина. То есть мы не сможем понять все, опираясь только на внешние правила предписания. Все же важнее мотивы, причины нашей практики. Ради чего мы это делаем? Очень тонкое различие между материей и духом. Как однажды Пхупа спросил одного ученика, как ты отличишь Бхакти от амбиций. Внешне то же самое. Симптомы одинаковые. И тот стремится к Богу. И это тоже стремление такое же проявляет. Так же усиленно работает. Такая же садхана тоже делает. Вот все выполняет. Читает шасты. Но как ты различишь Бхакти от амбиций? Скажи мне. И он не знал, что отрезать. Для этого нужно быть преданным самому. Поэтому обращаемся к преданным, кто старше, кто лучше знает эти вещи. Потому что трудно различить для нас материю и дух. Однако желая предостеречь своих приближенных, Верховный Господь Сочетание Махапрабху сделал вид, что рассержен. Здесь есть комментарий. Когда Махараджа Пратапарудра изъявил желание встретиться с Сочетанием Махапрабху, тот не раздумывая отказался. При этом Господь произнес такие слова. Слово нишкин чанасья относится к тому, кто прекратил материальную деятельность. Такой человек способен, начав действовать в сознании Кришны, пересечь океан неведения. Такому человеку очень опасно поддерживать связь с мирскими людьми или вступать в близкие отношения с женщинами. Этого правила должен поддерживаться любой, кто по-настоящему хочет вернуться домой к Богу. Чтобы дать это понять своим приближенным, Сочетание Махапрабху, ощутив прикосновение царя, сделал вид, что рассердился. На самом деле Господь был очень доволен смирением царя. И потому позволил царю дотронуться до него. Однако внешне он рассердился, что предостеречь своих ближайших слуг. Вот такие комментарии. Непростые. С внешней точки зрения так, но они противоположны. Совершенно разный взгляд. Как же понять преданного? Увидев неудовольствие Господа Читани, царь Протопорудра испугался. Однако Сарамбам Батачаря сказал ему, не волнуйся. Он понял, что произошло. Он понял, что Господь Читани уже благоволит царю, как преданному. Сарамбам Батачаря объяснил царю, Господь очень доволен тобой. На твоем примере Он лишь показывал собственным слугам, как нужно вести себя с мирскими людьми. Видите, какая правда, какая интересная истина. Господь имеет отношение с каждым из нас. Да. Индивидуально. Но и вместе со всеми одновременно. Он думает сразу обо всех. Это квалификация Бога. Мы не можем ее понять до конца. Как можно думать о благе всех одновременно живых существ? Не только человеческих существ, всех живых существ. Все, что происходит в этом мире для блага живых существ, даже наказание. Та же плохая карма. Потому что всем этим управляет Верховная Личность Бога. Кармин не сможет это понять. Он будет страдать, наслаждаться, страдать, наслаждаться. Не сможет понять, почему и зачем, как устранить все эти страдания. Он не сможет понять. Но преданный. Такого уровня, как описывается здесь, преданный. Он не видит разницы между страданиями и наслаждениями. Он не видит разницы. Это не будет беспокоить. Матрас под шастукан. То есть зима, а лето они чередуются. Разве это причина для беспокойства? Нужно это терпеть спокойно. Это сознание Кришны. Такая сила. Хотя царь, на первый взгляд, казался обычным материалистом, неравнодушным к деньгам и женщинам, преданное служение позволило ему обрести внутреннюю чистоту. Он доказал это, взявшись подметать дорогу перед Господом Джаганатой, чтобы доставить ему удовольствие. Человек может производить впечатление обывателя, интересующегося только деньгами и женщинами. Но если он действительно очень кроток, смирен и предан Верховному Господу, его нельзя назвать материалистом. Распознать такого человека способен лишь Шричи Тани Махапрабу и его самые доверенные слуги. Что же касается остальных преданных, тем следует избегать близкого общения с материалистическими людьми, питающими интерес к деньгам и женщинам. То есть Господь знает нас хорошо. Мы не знаем друг друга хорошо и даже себя не знаем еще хорошо. Еще не изучили, мы изучаем этот пример. Сарамбам Батачаря продолжал. Улучшив момент, я передам Господу твою просьбу. Тогда ты без труда сможешь прийти и встретиться с Ним. Абадья вокруг Джаганатхи, сочетание Махапрабу, встал позади колесницы и начал толкать ее головой. Стоило Господу подтолкнуть колесницу, как она с грохотом тронулась с меня. Знаю, гигантские колесницы, дерево тяжелые. Все вокруг начали повторять Святое имя Господа. Хари, Хари. Не все стали повторять, надо переписать тут. Почти все стали повторять. Все стали повторять. Все правильно написано. Мы готовы, да. Когда колесница Господа Джаганатхи продолжила путь, в сочетании Махапрабу отвел своих приближенных к колесницам Господа Баларамы и Субхадры, богини процветания, и с большим воодушевлением стал танцевать перед ними. Есть шанс, что если мы танцуем перед божествами, Кришна может нас заметить. Есть шанс. Он, конечно, удивится. Почему он танцует? У него же экстазы нет, почему он танцует. А он воображает экстаз, он пытается выйти в экстазе. Как смешно, как удивительно наблюдать это. Ему интересно будет. И он скажет, ну ладно, возьми экстаз чуть-чуть. Ты так стараешься. И мы начинаем в какой-то момент по-настоящему танцевать. Особываем обо всем. Закончив танцевать перед Господом Баладевы Субхадры, в сочетании Махапрабу опять предстал перед колесницей Господа Джаганатхи. Увидев Господа Джаганатхи, он снова принялся танцевать. Когда процессия достигла места именуемого Бала Ганди, Господь Джаганатхи остановил колесницу и стал осматриваться по сторонам. Здесь не описывается, как он смотрел по сторонам. Но это мистический опыт. А глаза Господа повсюду, на самом деле. Но это мистический опыт. Слева Господь Джаганатхи увидел жилище браманов и кокосовую рощу. А справа живописные сады, похожие на сады священного Вриндавана. Он стал осматриваться по сторонам, и вот что он увидел. Здесь жилище браманов, кокосы, роща целая. А тут, с этой стороны, живописные сады очень похожи на Вриндаван. Словом, випра-шасана. В Алисе обычно называют кварталы, в которых живут браманы. Випра-шасана. Все читания Махапарабу и его преданные танцевали перед колесницей, а Господь Джаганат, остановив колесницу, наблюдал за танцем. По традиции, у випра-шасаны Господу предлагают пищу. Ястом, который предлагали Господу Джаганат, и не было числа, и Господь отвезал каждое из них. То есть, по дороге он останавливался, и там еще предлагался прасад. Вот там, где браманы живут, предлагается прасад божеству. Когда-то Багдинут Акур жил в Джаганатхапуле. Это дом, место рождения байстанцев, звать его, знаете. Может быть, пару сотен метров около того от храма по этой дороге, по которой проходит колесница Ратхаятра. Прямо на дороге. Там храм сейчас читается в Ратхаятра. Это место священное, явление байстанцев Ратхаятра. Там колесница проходила Ратхаятра. Ребенку было несколько месяцев тогда. И она остановилась, и три дня не могли ее сдвинуть с места. Прямо напротив дома. Тогда Багдинут Акур что-то почувствовал, взял ребенка и понес прямо к божеству Джаганатхи. Багдинут Акур знали хорошо, уважали каждый. Джаганатхапури Вариси был выдающимся преданным. И ученым, веровым судьей. Он был великим человеком. Поэтому люди расступились, увидев Багдинут Акура с ребенком на руках. Он прямо к стопам Джаганатхи предложил его. Все понимали, что это означает. Что это будет принадлежать Богу этот ребенок. Он начинает с этой самскары с самого начала. Значит, его воспитывать будут самым образом и так далее. Это не было и с сентиментами. Это был также и гороскоп, и его желания, и его молитвы. То есть все это совпало и во сне. Все он видел и сделал этот шаг осознанно. И сентиментально, в надежде, что что-то сбудется или не сбудется. Он был уверен и просто принес этого ребенка к Господу Джаганатхи. В этот момент гирлянда с Господу Джаганатхи упала прямо на ребенка. Был знак. Так он пришел благословение в несколько месяцев уже. И так и случилось. Он уже в пять лет дал обед пожизненный. В эти пять лет. Все знают. Он ел манго, но забыл предложить его. Ну, пятилетний ребенок. Манго сезонных много. Манго – это любимый фрукт вообще. Лучший царь фруктов, считается. И дети, конечно же, в этот сезон все едят манго. И Багината Кур сказал ему с такой напусканной строгостью, понимая, что ребенка еще мало, конечно, но он сказал ему, ты ешь непредложенный манго? Ты не предложил Господу манго? Это был для него шок. Для ребенка пятилетнего был шок. Что я сделал вообще-то за оскорбление? Я совершил оскорбление. Я забыл, кому все принадлежит вообще. Он сказал, я обещаю. Я никогда не коснусь манго больше. Всю жизнь соблюдал этот ответ. Даже когда был уже пожилым человеком, предлагали манго часто. Всегда садку предлагают фрукты. Манго в том числе. Он говорит, нет, я оскорбитель, я не достоин принимать манго. Он цитировал из Шастры, из Ишапаниша цитату, где он говорил, что все живое и неживое принадлежит вверху на личности Бога. Ишивасидам сарвам. Никто не должен посягать на чужую собственность. Все преданные, от начинающих до самых возвышенных, приготовили самое лучшее блюдо и стали подносить Господу Джаганадхи. Среди преданных был царь со своими женами, министрами и друзьями, а также все остальные жители Джаганадхапури, знать и простолюдины. Все паломники, пришедшие в Джаганадхапури из разных краев, а также местные преданные, предлагали Господу блюда, приготовленные ими. Все хотели накормить божество. Недавно Рада Мадова здесь флейту поправил. Наверное, все уже видели. Когда Пуджар поднес в зеркало, чтобы божество посмотрело на себя, он посмотрел и поправил флейтоп, приподнял ее. Никто еще не видел? Вы не видели, как Рада Мадова вот здесь недавно, совсем на днях, есть запись видео. Как же вы пропустили такой момент? Я уже видел сегодня несколько раз. Мы уже показали, показали уже Маджи Мадакини, она уже знала об этом. Уже все вселенные знают об этом? А русские не знают. А, у них перевода нет, вот в чем дело. Мы тут в Тамосе пребываем, мы ничего не слышим. Предны предлагали Господу пищу везде, перед колесницей, за ней, по обе стороны от нее и в саду неподалеку, то есть везде расставляли эти блюда. Везде, где только было можно, Господу подносили к кушанье, ибо на этот счет не существует строгих правил. Когда Господу стали предлагать пищу, собралась огромная толпа. Тогда все читания Махапрабу прекратил свой танец и направился в сад поблизости. Все читания Махапрабу вошел в сад, и, охваченный сильнейшими экстатическими чувствами, упал Ниц на возвышение. Господь Читань очень устал от долгого танца, был весь мокрый от пота, поэтому ему доставил большое удовольствие прохладный ветерок, напоенный ароматом цветов. Все преданные, которые вели сан Киртана, тоже зашли туда и улеглись под деревьями отдыхать. Итак, я поведал о беспримерном Киртане, который устроил Читань Махапрабу, и о его танце перед Господом Джаганатхи. То, как Читань Махапрабу танцевал перед колесницей Джаганатхи, ярко описал в читании аж таки Шрупа Госвами. Шрупа Госвами написал три молитвы под названием Читань Аштека. Ниже процитированный седьмой стих, первая молитва Читань Аштеки, вошедшая в книгу Става Мала. «Сле Читань Махапрабу в великом экстазе танцевал на главной дороге перед Господом Джаганатхой, властителем Нилачавы, который восседал на своей колеснице, охваченный трансцендентным блаженством танца и окруженный вайшнавами, поющими святые имена Господь Читания, распространял вокруг себя волны экстатической любви к Богу, когда же «Шле Читань Махапрабу» снова явится моему взору». Любой, кто услышит это описание праздника колесниц, обретет общество «Шле Читань Махапрабу». Он также достигнет очень высокого положения, развив непоглебимую веру в преданное служение и любовь к Богу. «Молясь у лотосной стоп Ширупы и Ши Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю, что Читань Чаритамрита». Так заканчиваются комментарии Бхакти Веданты к 13 главе Матхиаливы Читань Чаритамрита, описывающей экстатический танец и Читань Махапрабу на празднике колесниц Господа Джаганатхи. Какие будут вопросы, если вы не устали? У кого микрофон? У кого микрофон? Скажите, пожалуйста, как скажется на моей духовной практике посещение православного храма? Живу в деревне, храм в 5 километрах, остальное в 200 километров. То есть нет другого храма? Храм есть храм? Храм есть храм? Если приходите в храм, это храм. Важно, с какими мыслями приходим в храм. Иногда приятно жаловались, что вот в храмах, где-то во Вриндаване, они там поджарят, только деньги от нас требуют и так далее. Что-то такое происходит. Или они там не вовремя божества поднимают. Ну, знаете, как это русские шнавы. Агапалат Кришна ответил на вопрос. Да, говорит, могут быть какие-то невысокие стандарты иногда снижаться, случаются, но божества в этих храмах авторитетны. Храм есть храм? Не забывайте Кришну. Просто не становитесь сектантами и все. Преданный, если он видит любой храм, он вспомнит Кришну. Мечеть он вспомнит Кришну, православный храм, католический неважно, вспомнит Кришну. Все религии говорят об одном Боге. Нужно оставаться в сознании Кришны. Не в сознании религии, а в сознании Кришны. Религия, как таковое правило, это для процветания материального. Дхарма, ардха. Потом кама, потом мокша. А бхакти за пределами этого всего. Если вы передаете бхакти, то в любом храме вы увидите Кришну. Так, прямо или косвенно, неважно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Какой выбор и каким образом он потом проявляется во вне и внутри. Выбор? Да. Выбор – это очень просто. Ты ешь, допустим, сухой черный хлеб, солью посыпаешь, запиваешь воду холодную. Ничего у тебя нет. Выбора нет никакого. А то тебе приносят пир из 12 блюд, например. Вот и весь выбор. Легко же. Так он делается выбор. Не в обратную сторону, нет. Не то, что у тебя есть пир, тебе предлагают сухарь какой-нибудь. И тебе ты должен это сделать. Мне отнимают такой роскошный пир, чтобы дать этот сухарь. Итак, сознание Кришна для Матильи так и выглядит. Мне отбирают эти регулирующие принципы, отбирают мне чувство и наслаждение. Мантра мне, кроме того, что я должен говорить, я должен мантру повторять. Меня ограничивают, видите. Отбирают свободу. Заставляют делать вот такие вот вещи, которые вкус я сначала не понимаю. Это как больной желтухой. Как он его привлечет? Он не может сахар есть, а именно сахар нужно ему принимать. Глюкозу. Лекарство – это глюкоза, но желтуха. Ему трудно этот выбор сделать. Но сначала при помощи разума он должен следовать настроению врача, но постепенно же вкус вернется. Разве трудно сделать выбор, когда вкус развивается? Так и делается выбор. Это общий ответ. Я понимаю, что ты хотел узнать больше о психологии этого выбора. Но я должен понять сам. Это ты поймешь сам. И если ты сделал выбор, значит, ты уже не можешь сделать другой выбор, правильно? Так это проявляется. Значит, тебя не должны привлекать чувственное наслаждение. Если я думаю, что я сделал выбор служить Кришне, но меня привлекает чувственное наслаждение, мой выбор еще не окончательный, неполный, незрелый. Пожалуйста, мои поклоны. Я тут. Пожалуйста. Иллюзия. Майя. Пожалуйста, рассеете мою. Немножко такое противоречие внутри. Мы почитали, что Кришну можно понять только через чистое преданное служение. Но также было сказано, что здесь нету чистого преданного служения. Как правильно это понимать на нашем уровне? Почему нет? Ну сколько преданных? Ты считаешь, что они непредненные? Все чистые преданные здесь? Шива говорит, что нет. Но мы говорим, что да. Мы не согласны. То есть, как я слышал, есть чистое преданное служение на уровне садана-бхакти, на уровне бхавы и на уровне премы уже. Вот на уровне премы полностью это служение знают в духовном мире. На уровне бхавы мы можем здесь что-то уже видеть. А в основном мы понимаем чистое преданное служение как садана-бхакти. Вот в рамках садана-бхакти все, кто следует, это чистые преданные. Пока мы следуем этому процессу. И вы увидите, это факт, практический факт. Возможно, мы еще не видим Кришну с флейтой, но практически мы заняты преданным служением постоянно. Благодаря садане. Нас поддерживает этот энтузиазм, который не иссякает. Пока мы следуем садане. Если садана слабеет, энтузиазм тоже слабеет. Преданное служение уходит. Значит, в рамках садана-бхакти можно быть преданным постоянно. Садана-бхакти – это правило предписания. Пхава означает, что вы уже не опираетесь на правила предписания, как вы делаете, но опираетесь не на них, а на пхаву, на экстаз. Вы способны испытывать экстаз преданного служения. Вот почему мы делаем это служение. Не потому, что мы обещали эти правила предписания соблюдать и дисциплина. Но есть что-то выше, есть пхава, есть экстаз, счастье. Но еще выше, когда мы это делаем в любви к Богу. Это все различные уровни чистого преданного служения. Это область чистого преданного служения. Поэтому народному не говорит, ты чистый преданный, говорит Брами, говорит Индри, говорит Браману, говорит Прохладе Махараджу, говорит Шиве. Они говорят, нет, 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 есть высшие чистые преданные. Я не такой чистый преданный. И даже ядовые, и даже жители Вайкунхи говорят, нет, есть щугалока. Но они все чистые предбы. Вот она, в наглядном образе. Этот стих объясняет то, что ты спрашиваешь. Если совершать служение непрерывно, это считается Брахмабхута. Садана Бхакти — это значит непрерывность. Ежедневно мы должны минимум повторять 16 кругов мантры, быть заняты при этом служением. Вот это постоянство означает, что мы не привлекаемся Майей. Это Брахмабхута в этих рамках, в рамках Садана Бхакти. Но мы можем уйти и дальше за рамки Расадана Бхакти. Конечно. — Харик Крична, принеси, пожалуйста, поклоны. Спасибо за лекцию. Хотел спросить. Господь Читания Махапрабу очень часто был против, что его называли Верховной Личностью Бога преданной, и он был недоволен этим. Но когда он был в паломничестве, Сарабабам Батачаре, Махараджи Протопоруды, рассказал про то, что Господь Читания Махапрабу — это Верховная Личность Бога. У меня вопрос, Господь Читания не был против, что про него говорили кому-то, что он Верховная Личность Бога. Спасибо. — А он не может скрыть себя от чистых преданных. От обычных людей он скрыт. Почти никто не знает, кто такое Господь Читания сегодня. Даже в Индии мало кто знает. Это знают великие души только. Кто на самом деле, как это описывается? — Шири Кришна Читания, Рада Кришна Нагиания. Это сами Рада и Кришна в одном воплощении. Это знают великие души. Обычно люди говорят, что нет, он преданный. Это великий преданный. Почему бы считать его Богом? Шила Прабхупада, я не помню, где это было, в Калькуте, может быть. Но это была в Индии история. Может, я ее не точно воспроизведу, но суть помню. Шила Прабхупада был в храме. И один человек хотел получить у нее посвящение, услышав его лекции. А он пришел, сделал поклон Шили Прабхупаде и сказал о своем желании, что он хотел принять его как духовного учителя. А что, правда, спросил его, кто такой Господь Читания? Говорит, Господь Читания – это Верховная Личность Бога. Я читал Читания в Чередамрите? Донецк, сказал Прабхупада. – Почему так думаешь? – Он просто преданный? – Как вы такое говорите? – Он – Верховная Личность Бога. – Это же написано в Читании в Чередамрите. – Да нет. – С чего ты взял вообще? – Он просто преданный Кришне. – Знаете, я сейчас не знаю, что делать, я хотел особо быть духовным учителем, но сейчас у меня проблемы просто какие-то. – Вы, оказывается, не верите в Господа Читанию? – сказал человек. – И он так разгнился, так расстроился, Прабхупада довел его до такого состояния. – Он рассмеялся Прабхупада от души, взял его и сказал – пойдем со мной. – И перевел в Аши Мрамачариев, там, где ученики были его. – Говорит, смотри, вот этот человек знает, кто такой Господь Читания. – Так он его испытывает. – Чхана аватара. – Вообще, что касается Кришны, три-юга аватара. – Три-юга, три-юги. – Нича-тур-юга, три-юга. – В три-юги приходит. – А в четвертую югу он приходит как чхана, скрытая аватара. – В образе преданного Кришне. – Почему? – Потому что в Кай-югу никто не хочет предаваться. – Нужен пример. – Почему это хорошо? – В Кай-югу считается позорно кому-то предаваться вообще. – Такое ложное эго у людей. – Я слугой не собираюсь быть никому. – Вы что? – Я умру героем. – Мертвым героем. – Весь смысл жизни – умереть героем вообще. – Остаться героем. – В своей гордости укрепиться. – И люди дерутся не на шутку за свою ложную гордость. – Он говорит, предайся Кришне – это слово отвратительно считается. – Слуга отвратительно. – Служение. – Как же людей спасти, – говорится. – В этой очаре молился же. – Он говорит, приходи сам, приходи сам здесь, прояви эту любовь, чтобы люди увидели, что такое преданное служение. – Я не могу их объяснить, они ничего не понимают. – Я читаю Багава, но они не приходят. – Не слышат ничего. – Они в своей гордости, в благости утвердились и гордятся этим. – Что они ученые, что они богатые, что они процветающие. – Их не интересует эта любовь к Богу, преданное служение. – Приходи сам. – А их Господь Чиста не является. – А Два этой очаре знает уже, кто явился. – Он уже видит, как изменилась Ша Чимата, как полубоги уже вокруг окружают ее. – Вся атмосфера в Доме Джиганах Мишри. – Он сразу понял, что Господь является. – А Два этой очаре. – Он приходил чуть ли не каждый день в это время, когда она была беременна, и ходил вокруг нее и пел всякие шлоки. – Киртан вокруг нее. – А она думала, ну, а Два этой очаре. – Он великий очаре. – Он знает, что делает. – Я не знаю, что он делает. – Ну, пусть делает так. – Джиганат Миша тоже. – Что он вокруг моей жены постоянно ходит, поет. – Иногда даже плачет. – Что с ним. – Но они не вмешивались. – А Два этой очаре. – Он непредсказуемый, он экстатичный. – Это все описывается в читании Чаретамрити. – Но однажды преданы не выдержали. В Джиганат Хапури стали петь имя Господа читания. Кирта начался такой, что остановить было невозможно. Господь читает и сказал – стойте, 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 стойте. – Никто не остановился. Все еще громче запели. – И один преданы сказал – как ты можешь руками закрыть солнце? – Как ты можешь руками закрыть солнце? – Мы все знаем, кто ты. – Он показал вселенскую форму Нитянанди, шестерукую форму Нитянанди. – Он провел Маха Пракаша Лилу, все формы божеств, Нараян и всех других полувогов. – И Господь читает и увидел, что сделать ничего невозможно, пошел спать и уснул. – Пойте сколько хотите, без меня только. – Такие, Господи, читали. – Если мы просто будем думать, что Шелапрупада, Шактия, Вешаватар, допустим, Господь читает – это верховная личность Бога и то, что они делали, ну, конечно, они великие, но мы-то не можем так делать. – А может показаться, что тогда это недоступно для нас, это дело для Бога, для каких-то особых душ в сознании Кришны? – Не так ли? – Когда Шелапрупада что делает, он едет в Америку, туда, и живет среди хиппи, как обычный человек, показывает пример обычного человека, действуя трансцендентным образом. В тех условиях, где живут люди падшие, обусловленные, у которых нет выхода, в тех же условиях он совершает преднаслужение, начиная движение. Поэтому идем по стопам ачарьев – невозможное становится возможным. И это парампора от Господа читания – невозможное становится возможным. сам Бог прокладывает им этот путь сейчас в форме преданного. Он и сейчас где-то танцует и поет, но не прекращает. – Ари Кришна? – У меня вопрос сейчас. Два дня осталось договора Пуднимы. Как максимально настроиться на этот день, как его провести, чтобы получить максимальное благо от этого дня и удовлетворить Господа читания, получить Его милость? И второй вопрос – как стабильно приезжать в святое место так, чтобы оно с каждым годом все больше и больше раскрывалось, святое место, а не просто материально посещать, чтобы раскрывалась хама? – Нет, просто смиренно здесь веди себя. Избегай оскорблений и все. По возможности служения делай какое-то. Самое лучшее служение – это Шраванам, Киртанам, парикрамы – это самое лучшее. Посещение святых мест. В следующем году планируется парикрама русскоязычная, чтобы снова собралась, как раньше это было, до тысячи человек собиралась парикрама. Это будет самое лучшее служение, конечно, Зевдхаме. А здесь также посещай программу утренней в храме. Обычный распорядок. И будь счастлив. Будь счастлив всегда. Надо быть счастливым человеком. Радоваться, говорить про него близиться. Парикрама. Служение жирно-кэстетично, петь, танцевать, кому не нравится, поесть, нормально все. Здесь в Исплите, говорится, в Тхаме, означает, что дандават непрерывный. Сон приравенится к дандавату непрерывному. Путь в туалет, парикрама. Есть мало в этот период фестивальный, оскорбление считается. Говорит, о, нет, спасибо, я не хочу. Господь Штай на пирах ел больше всех. Однажды он съел сорок килограммов риса. Ну, будь осторожным, да. Мы не сможем переводить такое количество. Харе Кришна, Гурух Махараджа, спасибо за общение. Если можно, два вопроса. Первый вопрос. Как правильно понимать стих из читания Чиритамриты, антилилы, молитвы Шикшаштыки, где Господь читания Махапрабу говорит, что если ты повторяешь Святое Имя во сне или даже во время еды, ты все равно достигнешь совершенства. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как же нам все-таки преодолеть вожделение в грубой и тонкой форме, когда вы сами вот в лекции рассказывали примеры общения с Шилопрупадой, когда у одного из учеников он спросил, и ученик говорит, у меня нет вожделения Шилопрупада. И Шилопрупада ему сказал, что тебе надо к доктору. И второй момент. Шилопрупада сказал, вы думаете, у меня нет вожделения? Хотя Шилопрупаде уже было за 70. У меня просто нет времени. И вот нам, просто общаясь с преданными, вижу, что этот процесс не такой простой, и оно зашкаливает. Человеку 60 лет, к примеру, он все равно еще склонен в эту сторону. Харе Кришна, спасибо. Нет, он простой процесс. Он просто постепенный. Это медленный процесс. Вот в этом твое беспокойство. Что это происходит медленно, а ты хочешь быстро. не спеши в этом смысле слова. Нужно развить такое терпение, чтобы ты почувствовал счастье просто от того, что когда-то ты увидишь Господа Читания. Вот такое терпение нужно развить. Считай, что так ты достигаешь Господа Читания таким путем. Он является сам. Мы не можем своими ногами к нему прийти или заставить его явиться сюда. Он сам приходит в нужный момент. Называется удача. Удача в жизни. И кто же эту удачу, кандидат на эту удачу? Смиренный кроткий наследует Царство Божие. Терпение очень важно. Это вот смиренное состояние. Мы должны быть счастливы уже сейчас, что мы в этом процессе. Все. Мы уже повторяем Харе Кришна. Пусть не совершенно, но это осознанный выбор. Это очень дорого стоит в наших воплощениях. Осознанный выбор имени Бога. Полубоги на тебя смотрят, как на освобожденную душу уже. А ты не можешь потерпеть 20 лет хотя бы практики. Когда, когда, когда я уже столько-то лет повторяю или столько-то месяцев повторяю? Как правильно понимать стих из Читания Черетама, где Господь Читания говорит, что если даже во сне или во время еды все равно достигнешь свежего. Ну да. Постепенно означает достигнешь свежего. Я же говорил. Постепенно. Опять ты не понял слово постепенно. Опять ты хочешь сразу, смотри. Хозяин держит собаку на тебя. К порядку, к порядку. Потому что сейчас, если тебя отпустить, непонятно, что ты натворишь вообще. А когда он уже понимает команды. Можно отпустить поводок. Сидеть, Бобик. Он сидит. Поводок не нужен. Самодисциплина. Все нормально. Пока ты вот… Когда это будет? Если на этом уровне это называется неавторизованная бхакти, мы начнем действовать беспокойство причиняя другим. Как говорят христиане, да? Угомонись. А как это угомониться? Спрашивает послушник настоятеля. Ну вот сейчас зима, а ты, наверное, ждешь лето. Точно. А летом ждешь зиму? Ну да. Угомонись. Или терпение. Не надо терпеть. Хорошо. Спасибо за нектар. В 157 стихе непонятное отношение к Кришне Саратхарани. Вот он объясняет, почему он по Малиндаву не возвращается. У него там дела демонов убивает. И при этом еще объясняет, что он печется своих женах, сыновьях. Какие отношения у них с Саратхарани, если он ей объясняет, что у нее там семья другая, жены. О, Господи, Боже мой. Господи, Иисусе Христиан. До чего мы дошли уже? Пора, похоже, заканчивать лекцию. Вам в голову лезут странные мысли. Вы просто имеете ответы. Просто решили меня помучить немножко. Как ты можешь понять эти отношения с этой точки зрения? С точки зрения жен. Скажите, должен жен понять с точки зрения отношения его с Саратхарани. Наоборот, в смысле. Куда же ты все поворачиваешь в другую сторону? Изначально Радха и Кришна существуют. Потом все остальное монадцы идут. Жены – это производные их отношения. А ты наоборот говоришь. В духовном мире паракия раса выше всего. В материальном мире она ниже всего. Внебрачные отношения паракия раса. Здесь они предосудительны. Потому что отражаются сверху вниз. Самая нижняя точка. Отвратительно. В духовном мире это самые чистые и возвышенные отношения. Этой любви поклоняются все царицы Дварыки. Все жены Кришны. В тайне. Как и Кришна это делает. Спасибо большое за то, что поднимаете такие темы сокровенные. И если позволите, я бы хотел спросить по теме Праката Апраката Лилы. Вчера и сегодня. Вот эта Расататва открывается нам. Если позволите, сегодня вопрос по сегодняшней и по вчерашней лекции. Майвади все видят как единый Браман. Но вы говорите также, что и преданные начинают видеть все как Кришны. Но не обезличивание это будет Кришны. Он же конкретно есть, в конкретном месте, с конкретными отношениями. Как преданные начинают видеть его во всем? В разнообразии. Это через разнообразие сознание приходит. Майвади видят единство, пытаясь умозрительно устранить вот это разнообразие. Отвлечь свой ум от разнообразия. Я не берегаю им. Не то, не то, не то, не то, не то, не то. Все отрицается. Все отрицается. И поэтому Майвади не могут объяснить с позиции Брамана причину разнообразия. Если все едино, однородно, то откуда разнообразие? Причина разнообразия. Майя, ну откуда это Майя? А если Майя, если есть отражение, если есть реальность? Отражение означает, указывает, что есть реальность. Есть разнообразие в реальности. И вот это разнообразие указывает на Кришну. При этом они начинают видеть то, 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 то. Кришна, Кришна, Кришна. Если ты видишь так это сознание Кришны. Кришна ушел и потом вернулся и дал гопи, радхарани, понимание, апраката лилы. То есть, чтобы они видели, что Кришна везде, это имеется в виду? Они тоже начали его везде видеть? Они видят его везде. Тогда почему? Но привязаны к личности. Как ты не понимаешь? Я пытаюсь понять. Это так же, как у нас были соседи, и муж этой соседки умер. Он был убит в 90-х годах. Мы жили в одной квартире. Я пошел ее успокаивать, поговорить с ней на кухне. Она мне сказала, я не ожидала, что я так привязана к нему. Мы ссорились часто. Были трудности. Я уже думал, как-то без него обойтись, в конце концов. Я, говорит, не ожидал. Я выхожу на улицу, я вижу его в каждом мужчине. Умозрительно ты не сможешь это понять. Есть привязанность к Кришне. Ты сможешь увидеть его через эту привязанность. Приманджана чурита бхакти вилла чанена. Через бхакти ты увидишь Кришну повсюду. По-другому как ты его видишь? Ты скажешь – вот дерево, вот корова, вот все, что ты увидишь. А где Кришна? Но если ты привязан к Кришне, ты увидишь – это все проявления Кришны, эти формы жизни. Он присутствует как форма жизни, как отношения между ними, родственные, близкие. Он в сердце каждого живого существа. Он память, знание, забвение. Ты можешь увидеть картину с сознанием привязанности к Кришне. Он дает тебе понимание – где Кришна? Он говорит – где тебе говорит об этом? Он говорит – я акула среди рыб. Посмотри внимательно. Ты увидишь Кришну. Среди людей я царь. Посмотри внимательно. Если ты видишь силу какую-то – это моя сила. И то, что ты пищу перевариваешь – я огонь пищеварения. И то, что ты умеешь читать, писать и танцевать – я твои способности. Я сила чувств. Из всех чувств я ум. Он объясняет все это. Это сознание Кришны. Имперсональный аспект присутствует. Браметти, Параматмати, Бхагаваны, Дишабдяты. Три аспекта, три едины. Это три единства видит только преданный. Он видит и Браман, и Параматму, и Бхагавана одновременно. Имперсональность видит только Браман. Больше ничего. Не думай, что если мы в сознании Кришны, мы не знаем Браману. Но Браман – подчиненная энергия Кришны, говорит Бхагава Дьете. Я – личность основы этого Брамана, он говорит. Это сознание Кришны. Все, все, все. Это беседа. Это уже беседа. Перейдай микрофон. Спасибо большое. А должны ли мы каждое препятствие, которое мы встречаем, считать иллюзией? Каждое препятствие? Например, какое препятствие? Например, перенапряжение. Происходит какое-то, и кажется, что ты не сможешь долго так продолжать. Ну, конечно, это иллюзия. Но ты не сможешь долго продолжать. Сон – это иллюзия, так? Но во сне ты можешь реально испугаться. Потрясение можешь получить во сне. О, какой стресс. Если приснится страшный, ужасный сон какой-то. Это реально ты переживешь, но это иллюзия. Если ты подвергаешься иллюзии, ты будешь переживать эти трудности. Будь осторожна. Если же ты уже видишь, что это иллюзия, и не переживаешь, ты в безопасности. У тебя не будет таких стрессов и перенапряжений. Потому что сознание Кришны – это и система отдыха. Тут не может быть перенапряжения. Если в сознании Кришны – это и система отдыха. Так Прабхата назвала. Пойте, танцуете, устали – поешьте. И так далее. Можете регулировать свою жизнь. Вы будете всегда счастливы и здоровы, и физически, и умственно, и нравственно. И все. Хорошо. Почему вы должны перенапрягаться? Но если ты перенапрягаешься, значит, еще иллюзия. Ты переживаешь ее. Будь осторожна. Не перенапрягайся. А ты регулируй свою жизнь так, чтобы ты была счастлива. Чувствовала себя сильно и в хорошей форме. Итак, последний вопрос у нас. Харикришна, дорогой Гуру Махарадж. Спасибо большое за лекцию. Вы сегодня сказали, что в духовном мире, когда происходит убийство демона, то усиливается любовь преданных. Скажите, пожалуйста, а как усиливается любовь преданных на земле? На земле? В материальном мире. Например, если говорить о проповеди, преданных служения, человек преданных проповедует, и он видит, как аргументы, которые приводят к правопаду, он повторяет, и они побеждают. Тогда у этого преданных развивается привязанность к правопаде. Понимаешь связь? Очень просто. Или если ты из шастры цитируешь, что ты видишь, как это благотворно действует на людей, на тебя, на окружающих, ты будешь привязан к Кришне. Кришна это сказал, Бхага-водитель. Естественно, ты будешь чувствовать эту привязанность, и осознание Кришны придет к тебе. Таким образом просто все. Кришне. Пет الن Prior еще минуту. Там куры. Петра. Там куры. Там расшиф�� prisons.